Мы пришли в такую ярость, что, спросив короткий путь к тому селу, не рассуждая, быстро двинулись. Получилось так, что наш отряд вышел как раз в то время, когда турки, их оказалось около четырёх тысяч. Ну, у страха глаза велики, неудивительно. Их оказалось потом около четырёх тысяч. Как раз они входили в то армянское селение. Тогда небольшой отряд казаков поскакал к ним, а основная наша часть осталась в осаде. Турки, заметив казаков, не раздумывая, погнались за ними. Мы же, подпустив их, открыли по бусурманам огонь, картечь, буквально в упор, и успели сделать два залпа. Если бы турки оказались посмелее и продолжили наступление, то нам всем бы не сдобровать. Но они испугались и бросились назад. Тут мы ещё произвели залп картечью, и затем все ринулись на них. Турки в панике бежали, кидали оружие, просили пощады. Но мы изрубили всех, никого не оставив живых. И вот теперь, господа, – продолжал генерал, – говорю вам, – я грешный человек, нет у меня никаких добрых дел. Но это дело я до сих пор считаю единственно святым, истинно добрым в своей жизни. И когда вспоминаю этот случай, то у меня на душе светлое Христово Воскресенье. Случай, конечно, поразительный. Вот, оказывается, с чем мы соприкасаемся. Пятьсот человек бросились на сорокатысячный. Они же так думали-то. Куда они бросились? Что они? На что рассчитывали? Что, живых остаться, что ли? О, люди! А вспомните нашу историю 14-го столетия. Историю с Евпатием, знаменитым этим богатырём, Евпатием Калавратом, рязанским воеводой, который всего с двумя-тремя сотнями вооружённых своих людей, когда пришёл в Рязань и увидел Рязань в пепле, валяются трупы, истерзанные люди. Когда он увидел эту картину, он приказал. Да что приказывать было? Все за ним тут же двинулся. За несколько десятков тысяч там было этого татаро-монгольского войска. И он с этими несколькими сотнями напал на них. Его девиз – мы вместе жили, вместе и умрём. Вы знаете, когда читаешь эту историю о Евпатии Калаврате, то просто невольно, чуть ли слёзы не пробивают. Вот это, вот оно мужество, вот оно патриотизм, вот оно любление своего народа. Вместе жить, вместе и умирать. Не остался, не спрятались куда-то, не пошли. Нет, мы не можем уже жить больше, когда мы увидели истерзанные тела наших родных, близких, жён, дочерей, матерей и так далее, когда увидели этот ужас. О, вот он пример научения! Вот он пример чего? Убийство, а вы знаете, как Евпатия Калаврат? На него хан посылал лучших богатырей своего войска, первых богатырей. Так он обладал, вы знаете, какой силой? Ведь, учтите, богатыри, они же были в кольчугах. Он до седла разрубил самого-самого из них, так сказать, чемпиона. С ним ничего не могли сделать. Вынуждены были уже против него выставить каменомётные орудия. Такая была сила и такая была ярость. Такой гнев его был. Гнев – великая сила. Вот вам, пожалуйста, тоже убийство? Нет. Да. Нет или да? Одно дело – убийство, преступление, когда убивают по зависти, когда убивают по злобе, когда убивают ради насилия. И другое дело – есть гнев праведный. Слышите? Есть, оказывается, гнев праведный. Это праведный гнев какой? Когда вот видят вот такие несправедливости, когда видят эту агрессию страшную, когда видят тех, кто идёт для того, чтобы совершить преступление. Да, это гнев праведный. Когда видят лицемерие – ложь. Кто хотя раз открывал когда Евангелие, то, наверное, не могли не обратить внимания. Сам Христос, который говорит, кто меня обличит во грехе? Сам Христос сколько раз, глядя на этих фарисеев, этих лицемеров, этих лукавых людей, этих продажных людей, говорил, «Змеи вы, и порождение ехиднины, ехидны, ядовитые змея, посмотрите, с гневом!» Вы слышите? С гневом! Это святой! С гневом! Оказывается, с чем мы сталкиваемся? Оказывается, есть злоба, и это ужасно, и отвратительно. Есть гнев праведный. Праведный гнев. Кстати, обратите внимание, что интересно, как вот даже в нашей отечественной истории вот те воины, французские воины, с которыми воевали мы в XIX веке. Вот читайте севастопольские рассказы, хотя бы Льва Толстого. Посмотрите, в сражениях всё, убивают друг друга, стреляют, колют, режут, кончилось сражение, всё, всё. Могут даже вместе собираться офицеры, противники, могут какое-то проводить даже вечер. Вы подумайте только. Нет ненависти, вы слышите, не ненависть, всё, война, всё. Там мы боремся до смерти и будем стоять. И не отступим ни на шаг. Войны нет, всё. Вопрос окончен. Потому что мы живём не злобой, а если хотите, когда наступает бой, праведным гневом. это очень важно различать. Различать, почему это важно. По таким причинам, чтобы помнить, что, может быть, война, война праведная, а может быть, ложная. Праведная война, защита, исполнение своего долга, исполнение своей обязанности на том пути, на который я поставлен, который я избрал. Так? Агрессивная война, и так всем понятно. Одним из признаков, по которым мы можем узнать, какую же войну ведёт вот эта страна, одним из признаков, скажу удивительную вещь. Война 1812 года. Отечественная война. Наполеон своей армадой напал на Россию. Даже по Европе, когда шла его армия, что было? Затем продолжалось и по России разрушение, пожары, насилие, грабежи. Это шла... Какая армия? Просвещённая. Вы учтите. В это время, это начало 19 века, уже во Франции, это были воспитанники кого? Вот тех, того свободомыслия, которая появилась в конце 18 века, в котором нет Бога, нет души, нет вечности. Да здравствует свобода! Живём один раз! И потом прибавляет. Беря от жизни всё! Вот что показала французская армия, которая шла по Европе и по России. Но, как вы знаете, потерпела страшные поражения Франции. И русская армия двинулась куда? По той же дороге на Париж. Когда русская армия подходила к Парижу, там началась паника. Там же знали, что делала французская армия в России. Ожидали мести. И вот факт, которым бы надо бы сейчас Западу помнить, вспомнить бы и знать. Русская армия прошла через Европу и пришла в Париж. Знаете как? Как вот десятилетние девочки прошли, никого не тронув пальцем, никого не ограбив, никаких насилий, никаких пожаров. Когда вошли в Париж, так русские офицеры что делали, вы знаете? В ресторанах расплачивались победители. Те ожидали чего угодно, но только не этого. Я что хочу подчеркнуть? Русская армия была православной. она знала, знала эта армия, знал каждый человек, что Бог призывает защищать до смерти свой народ, но запрещает категорически злобу, насилие и убийство по злобе. Вот что такое православие. чего не знала эта французская эта армия со всеми своими так называемыми свободолюбивыми идеями. Вы знаете, вот я могу один очень интересный случай рассказать, характеризующий то, какими настроениями, какими чувствами, если хотите, жила наша армия. Пример очень интересный. Это из компании, русско-французской компании 1806-1807 года. Это не на территории России, в Западе. Однажды рассказывал, знаете, кто? Денис Давыдов, который в последствии знаменитый, известный генерал, партизан, партизан войны 12-го года. Да, он рассказывал, это и поэт, вы знаете, или писатель прекрасный, он писал, как он однажды на передовой линии французами вдруг затеял, ну, как сказать, перебранку с французским офицером. Причем перебранка приобрела такой характер жесткий. Скажем так. Так знаете, что произошло интересное? Вдруг к этому Денису Давыдову подскакивает урядник и говорит не больше и меньше, зачитай вам лучше, в это самое время подскакивает ко мне казачий урядник и сказал, что вы делаете? Ваше благородие, грех, сражение, святое дело. Ругаться в нем все то же, что в церкви Бог убьет. Пропадете и вы, и мы с вами. Подумайте, вам здесь кажется, враги, все, ругаться, извините. А в чем дело? Нужно же понять, тот, кто ругается, тот себя обливает грязью. Запомните, пожалуйста, ты сам показываешь что у тебя внутри. И чем больше грязи, тем больше ты ее выливаешь и на других людей. Вот так. Ну, друзья мои, мне хотелось просто показать, что, оказывается, сама война, действия, когда она ведется, является войной защиты от агрессии, войной, как выполнение своего долга, это святое дело. И как к святому делу к нему нужно относиться соответствующим образом. Меч должен быть правым. он имеет право быть наполненным гневом, но никогда не должен быть наполненной злобой. Вот девиз, если хотите, девиз праведного гнева, праведного, праведного, если хотите, убийства даже, убийства праведного и праведного поступка. Ну, вот так, извините, я немножко так, кажется, задержался чуть-чуть, да, в два раза подольше говорил, по-моему, но ничего, то есть ничего, наверное, я думаю, что ничего. Пожалуйста, прошу ваших вопросов. Прошу вас, да. Если что-то у вас, кто-то желает что-то спросить, то, пожалуйста. Вы говорили про нравственный аспект на войне, а каков моральный аспект убийства на войне и в каких случаях она может быть в правду? Как относитесь к тому, что нам придется рекомендировать и по веков в ходе от этого? Ну, по-моему, вывод совершенно очевидный. Очевидный. Если игиловцев вы не будете рекомендировать, которые Бог знает, что творят, неважно где, там ли они в Сирии, здесь ли тем более в России, то что же тогда будет? Тогда они будут что творить? Вы представляете? Тогда это будет, это будет, такие произойдут события, от которых можно будет содрогнуться. И это совершенно справедливый акт. Вы знаете, когда мы на церковной комиссии обсуждали вопрос о смертной казни, то наша церковная комиссия разошлась, ну, примерно так, пополам. Многие были убеждены, что люди, совершившие тихчайшие преступления, не могут быть уже в человеческом обществе. А поскольку любое заключение, даже тюрьма, поскольку могут произвести разные события и так далее, в результате которых опять это страшное существо может выйти и начать, то многие считали, что смертная казнь – это самые разумные и правильные. Никакой злобы. Вы знаете, что когда казнили, например, Пугачёва или Степана Разина, они просили прощения у всего народа. И вы знаете, народ со слезами прощал их, но ни в коем случае не требовал отмены казни. Совсем разные вещи. Как и отец сына. Может, ремешком, но не по злобе, а потому, что если ремешком не сделать, то из него неизвестно, кто будет. Вот так. У меня такой вопрос. Скажите, может ли быть война с праведливой и такие войны, чтобы обзором закончились с праведливой и не сны? Вы знаете, что во время Второй мировой войны, можете садиться, да, Второй мировой войны даже танковая колонна была организована за счёт церкви. Собрали, причём, вы учтите, что в это время церковь была в каком положении. Вы себе представить не можете. Всего оставалось четыре епископа на всю церковь, которые служили. Все прочие были в тюрьмах. Здесь вот буквально маленькая йодка чуть-чуть свободы. Церковь даже танковую колонну сформировала. А среди наших святых, если вы посмотрите святцы, так называемые, то увидите, сколько вы увидите там воинов, причисленных к лику святых. Александр Невский, посмотрите, это поистине великий герой. в такое трагическое время, который спасал Россию, буквально, буквально находясь на грани жуткой казни в Ставке Хана неоднократно. Ну, и Дмитрий Донской, и прочие. Ну, что вы, русская церковь как раз рассматривает защиту, защиту отечества своего народа как дело богоугодное. Хочу вам указать на два понятия мира, которые имеют очень большое значение для понимания всей этой нашей темы. Вы знаете, в Евангелии есть такое слово греческое, оно написано на греческом языке, оно дошло до нас, ирини, мир. И есть на еврейском языке тоже это слово, шалом. Контекст шалома и контекст Ирини очень интересный. Контекст Ирини – мир, переводится и то, и другое, как мир. Что означает? Он означает ничто иное, как вытравление из своей души всяких гадостей, зависти, ненависти, злобы, гордыни. Это освобождение души, очищение души от этих вещей, создает мир в душе. И такой человек уже в своей жизни и в своей деятельности будет поступать справедливо и по любви. Что такое шалом? Шалом в переводе на наш тоже мир. Но какой мир? Мир благополучия. Благополучие. То есть, во-первых, отсутствие войны, конечно, это раз. Во-вторых, всякое довольство, комфорт жизни, если хотите, богатство, здоровье, благополучие и так далее. Вопрос. Интересный вопрос. Тот человек, который жаждет все свои силы души, направляет на то, чтобы добиться всякого благополучия, вы понимаете, что в нём живёт. А в душе всё остаётся. Я хочу благополучия. А этот паршивец благополучия меня. И моя зависть моя меня съедает буквально. Тот, кто не борется вот с этими гадостями, простите, что я так называю, с этой несчастной завистью, с этой алчностью, трудно ему будет. Ой, как трудно не начать производить какие-то действия, шаги, совершать поступки, какие противонравственные. То есть шалом не даёт основы для настоящего мира между людьми. Напротив, Ирине, которая говорит, борись с завистью, не вздумай, ненавидеть, не будь алчным, делись с другими, старайся быть сострадательным к людям. Вот такой человек, да, тот может действительно, если хотите проводить политику мира, какого? Справедливого. Справедливого мира. Вот вы видите, какие различия в понимании даже мира могут быть. Одно дело, мир, мир нравственный, духовный мир души человеческой и общества человеческого и совсем другое, мир, то есть благополучие, комфорт. А вот как часто мы видим, ну, мы слышим иногда, что делают дети даже, слышите иногда по радиотелевидению, детки людей, живущих в преизбыточном комфорте, что они выделывают даже на тех же машинах. Все, что дается даром, способно развращать. Ух, какая древняя мудрость! Так и здесь. Внешний комфорт и даже внешний мир без очищения своей души, без борьбы в своей душе от этих разных гадостей, он неустойчив ни в коем случае. Он может сорваться в любой момент. Почему? Из-за зависти, из-за злобы, из-за алчности. Только и всего. Это надо иметь в виду. Эти два понятия очень серьезные. И почему приходится говорить об этом? Почему приходится? Потому что очень часто мы боремся только за этот внешний мир, и он всегда очень зыбкий. Какой-нибудь стал негодяем, занял какой-то пост где-то такой большой, и все покатилось под гору. где нет нравственной целостности, там мир очень неустойчивый. И тогда начинается. Вот так. Ну, хорошо. Если еще есть, может быть, какие-то вопросы, то, пожалуйста. не убить, поэтому вот тонкость вовремя вовремя связано в том, что больно положено сделать, мы должны но это не избавляет на мой его от греха. Да, я же сказал, что убийство является преступлением или грехом с религиозной точки зрения. не само по себе отнятие жизни, когда казнят преступника. Это не убийство. Когда на войне убивают противника, который рвется, вот, в Москве рвались, это не грех и не преступление. Убийством, грехом называется злоба. когда я не потому, что защищаю других людей, не потому, что я борюсь за правду, не потому, что за мной стоят невинные люди, с которыми неизвестно, что сделают, а когда я по алчности, по зависти, по ненависти убиваю кого-то. Вот она заповедь, о чём говорит не убий. Когда пришли к Иоанну Крестителю солдаты и спросили, а что нам делать? Он не сказал им бросайте оружие, а сказал только одно – никого не обижайте, не клевещите, но продолжайте служить. И поэтому у нас, кстати, в России, вы знаете, почему дворянцы? Кто такой дворянцы? Это все были. Это кто? Это все служили в армии. Каждый дворянин обязан был служить. Сам император был, имел погоны. Ну, что вы, почему? Это самое жертвенное служение. Кто первый погибает, когда что-то начинается? Боин. Все там сидят, он первый погибает. Поэтому отдать жизнь свою за друзей своих, как сказал Христос, это великое благо, и нет действительно большего достоинства, большей чести, я бы сказал, тому человеку, кто способен это сделать. Что сделать? Убить. Но убить не в смысле преступления, а защитить своею грудью всех тех, кого могли растерзать. Вот так. АПЛОДИСМЕНТЫ